Здравствуйте! Это Елена Терехова. Сегодня 5 октября, утро, и мы на моём огородике. Немного обо всём разговор сегодня. Так выглядит черника садовая. Очень красиво. Осенью. Посмотрите, какие декоративные кусты. Нарядные. Немножечко похолодало, и вот они сразу оделись в такой замечательный багровый наряд. Ну и кроме этого, очень хорошо, я ещё сказала, что есть осенние такие сорта поздние, как кавили, и вот ещё есть ягоды. Посмотрите, я думаю, что мы до холодов, до морозов ещё полакомимся. Очень красивое растение. И полезное. Вот вдали хочу показать вам, как выглядит ежевика. Ежевика. Сейчас подойдём поближе. Ежевика бесшиповая торнфри. Я вам летом показывала урожай и рассказывала про этот замечательный сорт. Посмотрите, какое сформировалось мощное растение уже на следующий сезон. Какой ствол. Замечательно, что она без шипов, не колючая. Это вообще огромнейший плюс. Это уже побег на следующий сезон. Он выгоняет до пяти метров вот такие вот плети. То, что у меня плодоносило, у меня было расположено в эту сторону, вот так вот, вдоль опоры. А это молодые побеги уже пошли в ту сторону. Ну, потом я их разверну. Обязательно надо не ждать весны и уже начинать убирать отплодоносившие ветви. То, что вам принесло урожай в этом сезоне. И чем раньше, тем лучше. Я начинаю срезать отплодоносившие. Вот могу показать вам здесь. Вот еще последняя ягодка как бы, да. И вот ветка шла вперед. И как только ягоду вы снимаете. Вот я ее сняла. Еще и съела. То этот побег я уже сразу убираю. Он пустой. И чтобы он не тянул у растения соки. Вот тоже видно. Все очень просто. Тоже ягоды закончились. Вот он побег. Убираю. Дальше. Дальше убираю. Вот. Это нам уже все не надо. Чтобы развился. Вот. Еще тут. Уже закончил плодоносить. Я уже тут пообрезала. И чем раньше. Я уже рано начала его обрезать. Вот. Тем лучше. И так срезаем до конца. До низа. Так. Поближе показать вам. Вот такой. Остается вот такой пенечек. И поэтому новое растение развивается. Очень сильное. Мощное. Дает сразу шикарные ветви. Я бы назвала. Побеги тут не назовешь. Потому что они такие. Как у дерева ветви. Вот они огромные. Но это все конечно зависит от сорта. Вот например рядом аркан. Он совсем другой. Маленький. Ягодки маленькие. Я вам показывала. И само растение не такое сильное. Мощное. Поэтому я его со временем конечно заменю на торнфри. Затем приобретена была молоденькая малинка. Называется. Потом. Близ. Очень хорошая. Я не знаю правда ремонтантная она или нет. Она начала только вот сейчас осенью плодоносить. Может быть еще и весной будет урожай. С одного побега. Обычно малина дает вот один побег. Он был небольшой. Малюсенький. Вот можно наверное видеть. Вот. И он как маленькое деревце дал. Еще. Так. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре ветви. На которых тоже будут ягоды. Ягода вкусная. Крупненькая. Мы уж конечно собрали тут помелчи осталось. Но все равно все увешано. Сорт этот понравился. Замечательный. Затем я приобрела. Логан Берри. Тоже была совсем маленькая. Тоненькая одна веточка. Вот она тут такая и есть. Ну вот. Вот она была вот такая. Ну вот. Развилось новое растение. Дали прекрасный прирост. Побеги. Тоже обещают до 4-5 метров. Но это будет первый сезон. Конечно поменьше. А следующие мы посмотрим. Что за ягоды. Обещают быть вкусными. Остальное уже кабачки. Вот я буквально собрала. Потому что заморозки. Как я сказала обещают. Да. И ежевику. Ну вот представьте. Ее конечно согнуть к земле. Как говорят. Многие вот. Пригибаете к земле. И она зимует. Тут ничего пригибать просто невозможно. Я не смогу. Она так и останется зимовать. Единственное. Я низ все утеплю. Вот сейчас я уже раскладываю еще навоз куриный. Просто поверху. И буду утеплять. Или мхом. Листва конечно улетает. Какие-то флоксы порежу. Вот закончат цвести. Я их прямо так порежу и уложу. Так. Здесь у нас еще клюковка. Вот она такая была красивая. Садовая. Бенлир. Хороший сорт. Что-то еще. Вот из черники. Остатки. Голубая лабелия. Затем тут было просто так несколько огурчиков посажено. Среди черники молодых кустиков. Вот они тоже тут подвызрели. И капустка калераби. Вот чтобы она такая красивая и хорошая была. Конечно тоже требует удобрения. И как я это делаю. Вот идет растение. Вот видно корешок. Чуть-чуть это вот так землей прикрываю. Беру. Вот муж у меня собрал куриный навоз. У нас курочки конечно это. Шикарно. У кого нет. Ну что делать. Вот такую лепешечку просто ложу наверх земли. Ничего не это самое. Не боясь что там что-то пожгется. И немножко присыпаю землей. Чтоб запаха не было такого. И вот такую котлетку получает у меня каждое растение. И поэтому вот такая шикарная капустка. Вот моя ладонь и вот какая капустка получается. Она отлично хранится. До нового года это точно. Вкус редиса чистится. Но мы и для курей конечно выращиваем. И вот себе. Теперь пройдем дальше. Цветы уже флоксы уже все. Какие-то цветы еще там доцветают. Подсолнухи. И вот здесь вот такая зелень яркая. Это посажена пекинская капуста. Попозже посажена. Она такая листва сочная. Можно ее не ждать кочана. А просто как салат использовать. Вот шикарная сейчас вот под занавес. Так зелень хорошая. И красиво смотрится. Так это у нас лаванда тут. И среди значит черники тут еще по краю у меня свекла подсажена. Вот такие тоже наросли экземплярчики. Чтобы земля не пустовала. Ни одни кусты были. Здесь еще накрыто. На ночь я накрывала агроволокном. Потому что обещали еще низкие температуры. Ну, чтобы все это подросло. Вот. И цвет красивый. Декоративно смотрится. Ну и главное урожай, конечно. Шикарницкий. Ну и там свекла и все прочее. Здесь клубника уже обработана. Так она пойдет под зиму и отдыхать. Еще какие-то и ягоды есть. Вот. Что-то тут остатки. Наша красавица. А это клубника. И как по центру я всегда показываю, дайкон у меня посажен. Тоже прикрыто. На ночь было. Потому что у него сейчас самый рост. Вот они дайкон. Шикарные растения. Очень нравятся. Вкусные. Сочные. Вовремя посадить и будете с урожаем. Сейчас вам покажу еще вот. Так, теплица. Поликарбонат у нас тут. Я тоже. Кто смотрит мои видео, знает. Здесь еще маленький такой кусочек земли. За теплицей. Здесь посажен тоже дайкон. И чуть-чуть капусты там. Вот еще такой сорт капустки. Сейчас к зиме я теплицу утепляю с обратной стороны. Так, пройти. А утепляю чем? Ну, если у вас, конечно, лезть лес рядом, то это утепление мхом идет. Вот такой хороший слой. Толстый. Обкладываю просто вот эту всю тропинку. Еще даже больше, наверное, выложу. Для того, чтобы земля не промерзала. И весной это, конечно, будет эффект очень большой. Будет теплиться намного раньше и теплее все. Так, здесь у нас собранный наш урожай. Часть кабачков. Вот такие гигантины повара стали есть. Это мы специально оставляли, чтобы подольше похорониться и поесть. Здесь перец по всему периметру, как я показала. Какие-то уже совсем маленькие остатки томатов. Даже баклажан тут где-то затерялся. Перец всевозможный. То, что я заносила в ведрах, в горшках, мне было жалко. Томаты. Вот они еще. Посмотрите. Самая-самая последняя будет радость. Прекрасно растут. Ну и в основном тут, конечно, сейчас перчик. Все удобряем. Все, что можно, я в теплицу режу. И разную ботву. И свекла, и фасоли, и груши, и яблоки. Все это сейчас закладывается сюда. Никаких седератов я не сею. У меня другая тактика для своего парника. Я думаю, что это еще все вытягивает с земли. А сейчас я просто наполняю как компостная куча. Нигде компостной кучи нет. И поэтому я все-все-все-все-все как белка сюда укладываю в парник. Чтобы работали черви, микроорганизмы. И это будет закладка все на следующий сезон. Вот еще тут рыбу сын наловил. Кое-что сейчас буду делать, поливать. И насыщаем свой парничок питательными веществами. Ну и навоз, конечно. Потом все это еще и золой присыпется. И ранняя посадка лука. Салатик какой-то. Вот так. Ну вот так выглядит осенний огородик. Все удобряем. Клубнику я тоже просто навозом сейчас начинаю обкладывать. Буду обкладывать. И продолжаю. Вот просто по земле раскладываю. Вот он потом прекрасно превращается просто в землю. И зато будут шикарные мощные кусты. Многие говорят, перекармливать нельзя. Но если не кормить, то и ягод будет, соответственно, меньше. Я кормлю хорошо растения до сыта. Ну вот. Тут еще гортензия какая-то цветет. Немножко зацветает. Кусты выглядят так. Более вот такие вот насыщенные. Что-то мелочь. То, что отгибали на новые растения. Это все отдельно будет отсажено. И вот так вот уходит на зимовку наш огородик-садик. Все. До свидания. Всем хороших урожаев. Пока-пока.